Здравствуйте! В эфире Астана онлайн программа, в которой поднимаются актуальные темы культуры, науки, искусства и образования. Казахский агротехнический университет Менисакена Сейфулина выиграл грантовое финансирование на ближайшие три года. Одобрено 54 гранта, которые позволят реализовать крупные научные проекты. Один из них – разработка терминологического словаря по курсу «История Казахстана». И сегодня у нас в гостях автор проекта – доктор исторических наук, доцент Галия Алпысбаева. Добро пожаловать, Галия Итпаевна, в нашу студию. Здравствуйте! В начале беседы давайте посмотрим сюжет и потом продолжим разговор. Хорошо. Гульмира Саметова – преподаватель кафедры истории Казахстана. Сегодня ее занятие посвящено социальным процессам в северных областях страны в целинные годы. И как молодой преподаватель, молодой исследователь, я работаю в составе исследовательской группы по проекту социальных процессов в северных областях Казахстана в целинные годы и их влияние на социокультурную среду в регионе. Этот проект готовили, подготовка велась очень долго, работает в составе исследовательской группы нескольких человек. Это преподаватели кафедры, доктора наук, кандидаты. Цель нашего проекта, в целом, целина – это большая экономическая реформа, которая повлияла на социальную среду, на этнический аспект, политический и так далее. И моя задача, как молодого исследователя в этом проекте – это работа в архивах. Это выявление, систематизация, анализ документов. Ну и по результатам данного проекта будет издан сборник документов. Проект Гульмиры Саметовой, разработанный совместно с коллегами, оказался в числе работ, выкравших грантовое финансирование Министерства образования и науки. Исследования, представленные учеными университета, имеют большое значение для развития научного потенциала и аграрной промышленности страны. Стоит цель и разработана программа по трансформации нашего университета в исследовательский университет в области сельского хозяйства. Для этого проведена очень уже большая предварительная работа. Разработана программа, мы ее представили Министерству образования и науки для утверждения. Вот в связи с этим, вокруг как раз этой программы мы и разработали проекты. Но проекты эти, конечно, разного направления, потому что у нас университет на самом деле, он не просто аграрный или сельскохозяйственное направление. Но здесь и ученые работают в области техники, технологии, в области экономики, землеустройства, машиностроения, энергетики. И направлены в первую очередь, конечно, для реализации программы по индустриализации. Потому что мы также входим в число 10 вузов, которые определены как вузы для подготовки специалистов, значит, для реализации государственных программ по индустриально-инновационному развитию. В числе разработок специалистов – основы превентивного контроля за особо опасной итальянской саранчой. Проект представлен профессором агрономического факультета Валерием Ажбеновым. Еще одним научным достижением ученых стал экспресс-тест на определение свежести мяса. Так, всего за 20 минут потенциальный покупатель может узнать о сроках хранения продукта. Технология защищена патентом и уже используется на рынках Астаны. Таких актуальных проектов немало. Теперь главное – эффективно воплотить их в реальность. Галия Айтпаевна, пожалуйста, расскажите подробнее о вашем проекте, о разработке терминологического словаря по курсу «История Казахстана». Как вообще возникла идея создания такого словаря? В прошлом году разработали такой проект. Его полное название – разработка терминологического словаря по вузовскому курсу «История Казахстана». Вообще идея возникла каким образом? Она возникла из практически нашей работы. Дело в том, что курс «История Казахстана» преподается по всем специальностям бакалавриата в качестве общеобразовательной дисциплины в объеме трех кредитов. Три кредита – это 135 часов. Ну и сам курс довольно объемный. Он охватывает весь исторический период, начиная от эпохи древности и до настоящих, не до современности. Ну и, конечно, в процессе работы, значит, практической работы мы преподаватели университета, а я преподаю уже более 30 лет, испытываем, так сказать, одну и ту же проблему. Это не всегда наши ребята, студенты, понимают смысловое значение очень специфичных терминов из курса «История Казахстана». Сама цель нашего проекта состоит в том, чтобы на основе современных методологических концепций изучение исторического прошлого и в контексте осмысления истории Казахстана как всемирно-исторического процесса, как части всемирно-исторического процесса... А сколько терминов всего входит в этот словарь? Ой, ну это будут входить тысячи терминов. Так, пока мы планируем где-то в объеме нескольких тысяч терминов. То есть работа сейчас идет? Расскажите, как идет подготовка этого словаря? Ну, прежде всего у нас, значит... Кто работает над этим? Да, вы правильно говорите, вот у нас уже есть, во-первых, определенные наработки. То есть мы проект, заявку, проект разрабатываем не на пустом месте. Вот, у нас уже есть определенные наработки. Кроме того, мы можем опираться на, значит, уже имеющиеся наработки наших ученых, отечественных ученых. В рамках проекта мы планируем проведение, значит, семантического анализа специфических терминов из курса истории Казахстана. Проведение лингвистического анализа обязательно. Кроме того, обязательно будет у нас и этимологический анализ специфических терминов. То есть откуда произошло это слово? Да, смысловое содержание, конечно. Смысловое содержание. Обязательно будем проводить функциональный анализ терминов. То есть, естественно, большое значение, я думаю, еще и нужно будет провести большой, так сказать, глубокий стилистический анализ для того, чтобы наполнить именно научным содержанием термины наши. Это очень важно. У нас время не стоит на месте, поэтому из года в год у нас появляются новые термины, неологизмы. За последнее время, хотя бы за последние десятилетия, сколькими терминами, скажем, пополнился курс истории Казахстана? Ну, и дело в том, что, ну, это речь идет, конечно, о сотнях терминов совершенно новых, которые мы, допустим, рассматривать те или иные исторические события с новых позиций методологических. Естественно, мы вынуждены оперировать теми понятиями, которые уже имеются в мировой исторической науке. Вот. Более того, мы должны, так сказать, обратить внимание и выявить специфику тех терминов и понятий, которые имеют место в нашей истории, связанные, так сказать, с историей именно нашего народа. А вот какие эти термины? Хотя бы примеры приведите, пожалуйста. Ну, это, прежде всего, термины, которые характеризуют специфику, допустим, жизнедеятельности казахского кочевого общества. Дело в том, что история вообще казахов, она же очень многогранна. Термины, которые мы используем, которые применяем в историческом, так сказать, в курсе истории Казахстана, они, естественно, интегрируются. И иногда вот в процессе интеграции смысл их немножко теряется. Понимаете? Вот. Поэтому мы поставили перед собой задачу именно вот провести глубокий анализ, лингвистический, семантический анализ, этимологический, и на базе этого, так сказать, сформировать, вот классифицировать, значит, и сформировать хороший такой словарь терминологический, чтобы он как бы помогал нашим студентам, обучающимся, которые изучают курсы истории Казахстана, чтобы усваивать этот курс. А кто входит в редакционную коллегию? Какие известные ученые, исследователи? Да, исследовательскую группу. Ну, дело в том, что мы, я думаю, что у нас вообще научного потенциала достаточно, потому что у нас, кроме, значит, историков, докторов, у нас есть два историка-доктора наук, вот, два кандидата наук-историка в этом проекте будут разрабатывать, и, конечно, еще есть ученые-лингвисты. Вот, в частности, в составе нашей исследовательской группы доктор, значит, филологических наук-лингвист и кандидат филологических наук-лингвист. Каким тиражом будет выпущен этот словарь, когда завершится работа, и когда уже студенты и исследователи, ученые, преподаватели смогут воспользоваться этим словарем? Ну, у нас вообще проект рассчитан на три года, так что, я думаю, вот у нас 15-й, 16-й, 17-й, где-то к концу, в четвертом квартале 17-го года мы уже этот словарь, так сказать, выдадим. Что касается тиража, ну, сейчас очень сложно сказать, понимаете, все зависит от финансирования. Будут ли принимать участие в подготовке словаря магистранты? Да, мы обязательно привлекаем. Молодые ученые? Да, у нас в составе нашей исследовательской группы есть, значит, два преподавателя-магистры и есть магистрант. Они как раз у нас будут заниматься как раз систематизацией, формированием разделов словаря, то есть, ну, и, конечно, будут вести исследовательскую работу. Это работа в библиотеках, работа в архивах, вот. Методологическую часть, конечно, берут на себя уже ученые, то есть те, которые в совершенстве владеют методологией исторического познания. Галина Паевна, вы уже работаете два года над подготовкой этого словаря, провели большую предварительную работу, и скажите, пожалуйста, что нового вы сами как ученые открыли для себя? Вы не только даете историческое значение того или иного слова, а также рассматриваете его семантику, морфологию? Для нас оказалась немножко неожиданной вообще широта работы, понимаете? Создать словарь – это и охватить различные сферы жизнедеятельности, так сказать, глубокий анализ вот этой терминологии, которые потом бы сформировали систему понятий, да, и охватить все сферы жизни общества. Это очень непросто. Работа предстоит очень большая. Огромная, да, работа. И самое главное – это работа такая, знаете, ну, в общем, она и с одной стороны методологического плана, а с другой стороны она методического. И тут, конечно, опыт преподавателя, который вот преподает дисциплину, он очень пригодился и пригодится, я думаю, еще в будущем. Галяй Павловна, вы являетесь автором еще одного образовательного проекта, именно по подготовке специалистов аграрного сектора. Скажите, чем была вызвана необходимость реализации такого проекта? Скорее всего, наверное, нехваткой квалифицированных кадров? Ну, в какой-то мере, конечно, и это была одна из причин. Действительно, мы вот, знаете, работали три года над проектом. Он у нас, так называется, инновационные подходы в модернизации подготовки специалистов для АПК Казахстана. И мы в течение вот трех лет очень изучали и вели социологические исследования на предмет повышения качества. В том числе, в том числе, в контексте, так сказать, подготовки кадров именно в рамках Таможенного союза. Что изменилось по итогам вашего исследования в работе в учебных программах? Вообще, в самом процессе подготовки кадров? Действительно, во-первых, мы разработали в рамках проекта методические рекомендации по формированию образовательных программ. Дело в том, что мы изучили, очень ездили, значит, в аграрные вузы России, Белоруссии, очень подробно изучали вот их подходы к разработке и к формированию, так сказать, учебных планов, к разработке образовательных программ, наши подходы, насколько мы можем, так сказать, интегрировать и перенять то, что, ну, лучший опыт вот именно этих ведущих аграрных вузов других стран. И вот мы разработали методические рекомендации по формированию образовательных программ с учетом, так сказать, потребностей рынков труда. И в основу, во главу угла поставили компетентность на подход. Понимаете, вот нам приходилось и в рамках проекта мы активно сотрудничали с работодателями, изучали потребности рынка труда. Вот, и на базе, так сказать, вот этих, кроме того, мы проводили социологические исследования, изучали не только ожидания работодателей, допустим, но и ожидания, так, обучающихся наших выпускников, изучали их проблемы, их трудоустроенности, проблемы, значит, подготовки, практической подготовки, ну, и на основе полученных результатов, значит, мы, так сказать, разработали эти методические рекомендации. Как Вы считаете, в целом, какой вклад вносит Ваш аграрный университет, имени Сакена Сейфулина, подготовки именно кадров для индустриально-инновационного развития? Вопросы, касающиеся подготовки кадров по программе КФИР, это прямым образом касается нашего университета, потому что у нас есть специальности, мы готовим по специальностям, которые очень востребованы сейчас, особенно в условиях индустриального развития. А вот какие новые специальности появились в последние годы, которые действительно востребованы на рынке труда? Вот мы, допустим, в рамках, значит, у нас вообще в нашем университете, значит, мы готовим по нескольким специальностям технического профиля, вот, и очень востребованы, вот, допустим, специальности аграрной техники, технологии, транспорт, транспортная техника и технологии, вот, очень востребованы специальности, связанные, так сказать, с электроэнергетикой, радиотехникой. Более того, мы в рамках, так сказать, уже имеющихся специальностей разработали по несколько образовательных программ. И вот как раз образовательные программы, вот, они, подход именно к разработке образовательных программ, он нам позволяет удовлетворить потребности работодателя. Потому что все образовательные программы, которые мы разрабатывали, мы их разрабатывали именно при активном участии работодателей. С учетом их мнений? Да, с учетом их мнений, предложений, с учетом, так сказать, их рекомендаций. Какие чаще всего рекомендации поступают от работодателей? От работодателей? Ну, чаще всего, конечно же, они вот именно в части наполнения содержания дисциплин. Вот, например, наиболее часто, практически по многим специальностям работодателей нам советовали включить элективные дисциплины, в которых бы рассматривались нормативные документы по той или иной отрасли. Вот чего не хватает студентам, ребятам, выпускникам, как правило. Вот, поэтому мы включали практически, ну, по многим нашим специальностям нормативные документы, совершенно новые, свежие, вот, которые, в общем-то, позволят потом и которые пригодятся ребятам именно в работе. Насколько мне известно, у вас еще есть один интересный проект, именно по изучению социально-экономического развития северных регионов годы освоения Целинэр. Расскажите об этом проекте, что он у себя представляет, что вы изучали, каким выводом пришли? Вот наш проект еще один, который мы разработали, действительно, он так и называется «Социальные процессы». Значит, в северных и центральных областях Казахстана в целинные годы. Вот, ну, дело в том, что вообще эта тема целины, значит, и, причем, совершенно различных аспектов целины, и экономическая целесообразность целины, и, там, экологическая составляющая, социальная эффективность целины. Это проблема, которая очень близки нашему университету, ученым нашего университета, потому что наш университет, это же, он же был основан в Целинные годы. В 57-м году его открыли именно с целью для того, чтобы подготовить кадры для целинных регионов. Ну, и, значит, что касается нашего проекта, мы, в нашем проекте, мы рассматриваем социальные процессы в целинные годы. Вот. Дело в том, что целинные годы, начиная вот с 1954 по 1964 год, они, конечно же, а Целина, вы знаете, это не только и не просто там экономическая реформа, это огромный политический проект, это крупная социальная реформа. Она оказала колоссальное влияние вообще на развитие вот регионов северного, центрального Казахстана. И, как бы, вот именно объективное изучение, да, этого влияния, вот, с точки зрения, так сказать, вот, современных подходов, вот, с привлечением огромного массива исторических источников, вот, конечно, эта тема очень актуальная. Вот. Мы, в рамках нашего проекта, мы планируем, значит, прежде всего, работу с архивными документами. Дело в том, что в архивах, вот, наших архивах, в частности, в архиве нашего города Астаны, в архиве Алматы и вот того же, как считала Павлодара, городов, значит, которые в целинные годы, значит, стали городами, сохранился очень огромный пласт материалов. Материал этот, он, в общем-то, ну, до сегодняшнего времени в полном объеме не востребован был исследовательный. Поэтому мы планируем, кроме того, что будем разрабатывать именно вот эти теоретические вопросы, мы планируем еще собрать и выявить, значит, собрать, ну, определенный объем материала и, значит, в виде документальных исторических источников и издать сборник документов по истории Целины. Галяйта Паевна, я знаю, что вы также уже несколько лет работаете над изучением истории именно нашей молодой столицы, Астаны. Вообще, в новейшей истории, я думаю, что перенос столицы стал самым грандиозным проектом. И как история, какую бы вы дали оценку этому событию? Дело в том, что этот проект очень интересен тем, что в этом проекте мы поднимаем, изучаем, прежде всего, значит, культурное пространство нашего города, начиная с эпохи 19 века, когда только-только, так сказать, Акмала стала городом, официально получила статус уездного города. И процесс трансформации, изменения, вот, в эпоху, так сказать, советского периода и до настоящего времени, до сегодняшнего дня. А вот, Галяйта Паевна, какие бы основные этапы периода вы бы отметили в становлении этого города? Ну, прежде всего, это дореволюционный период, когда наш город был, так сказать, уездным городом, то есть центром Акмольского уезда. Следующий этап, это, конечно же, этап уже, так сказать, связанный с историей Целины, когда наш город, значит, стал областным центром, какое-то время он выполнял функции краевого центра. Вот. Ну и третий этап, это, конечно же, с переносом столицы. Решение, переноса, с переносом столицы город вступил в совершенно иную фазу развития, понимаете. За счет расширения, так сказать, вот этих административных функций, развитие города получило совершенно новый толчок, новый импульс. Мы как раз в рамках нашего проекта изучаем, так сказать, вот эти периоды и поднимаем проблемы сохранения культурного пространства. Это очень важно. Галина Павловна, огромное вам спасибо за участие в программе, за такую интересную и содержательную беседу. Желаем вам успехов в реализации ваших проектов и в научной деятельности. Спасибо. Ну а телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях была доктор исторических наук, доцент Галия Алпыспаева. Нашу программу можно посмотреть также на сайте bmtv.kz. Спасибо за внимание. Смотрите нас по будням в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова